Представьтесь Граммонах Стефан Игумнов, представитель отдела внешнецерковных связей Московского Патриархата Как вы здесь оказались? Я здесь оказался по приглашению организаторов в качестве представителя Русской Православной Церкви Поскольку мероприятие межконфессиональное, традиционно в нем участвуют представители основных христианских конфессий нашей страны Можете продолжить стату предриходитшим «Я бы полюбил Бога, который что?» Здесь сослагательное наклонение немножко смущает Я думаю, что каждый из нас может сказать, что он любит Бога Причины любви, как всегда, как это онтологически свойственны этому чувству, они неизвестны Любовь — это не то чувство, не то состояние души, которое базируется на основании каких-то причин То есть любовь, она беспричинна, если это любовь Ну, Ницше сказал «Я бы полюбил Бога, который танцует» Вы согласны в чем-то с этим? Нет, я с этим не согласен Что такое счастье? Счастье, наверное, если мы говорим в том контексте, в котором мы сейчас ведем нашу беседу Это пребывание в Боге, безусловно Продолжите цитату американского фантаста Айзека Айзима «Бог любит каждого из нас, но...» Ну, не каждый из нас может распознать эту любовь Но к этому призван каждый из нас Он говорил, что я от одного из нас не восторг Я, опять же, не согласился бы с классиком Почему? Потому что Бог любит каждого из нас А любовь — это не то состояние души, это не то чувство, которое ищет какие-то причины Или которое отличается лицеприятием в Евангелии А вот Господь сказал устами апостола Павла, что любовь не ищет своего Что любовь милосердствует, что любовь не завидует и так далее Мы знаем эти слова То есть это только малая часть тех характеристик, которые мы можем приписать любви Потому что любовь — это сам Бог Бог любит, потому что это его свойство Он сам любовь, он не может не любить Поэтому ему не нужны какие-то дополнительные причины Для того, чтобы любить нас И уж, конечно, какие-то наши немощи, несовершенства И даже грехи в очах Божьих настолько ничтожны Что Господь только ждет, когда мы раскаемся в этих наших прегрешениях И только и ждет, когда же нас простить А Бог, по-вашему, все знает? Все ведущий А почему Он отправил своего сына, зная, что с ним будет? Так Он отправил его ради нас Когда Он сотворил мир, Он уже знал, что Он отправит своего сына для того, чтобы этот мир исцелить Потому что Он знал, что мир, и человек, в первую очередь, которому Он даровал свободу при сотворении Что этот человек воспользуется этой свободой в первый раз неудачно И ему понадобится помощь человеку, чтобы восстановить его первоначальное состояние И именно для этого Бог был готов отправить своего сына в этот мир На страдания, на добровольную жертву Но, собственно говоря, через это Господь явил нам, что же такое любовь Любовь – это жертва, прежде всего Почему раньше были золотые сердца и деревянные кресты? А сейчас золотые кресты и деревянные сердца Посмотрите, у меня крест, который производит впечатление золотого, но это не золото Это очень простой металл Поэтому давайте будем смотреть глубже, чем какая-то внешняя оболочка И золотые кресты сейчас в основном на наших храмах, на куполах наших церквей И это очень правильно и важно, потому что эти кресты на куполах храмов Должны быть ориентирами для всех нас в нашей жизни, на нашем духовном пути И мы должны золотить эти кресты, но мы также должны золотить и наши души Субтитры создавал DimaTorzok